Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые друзья, еще раз огромное спасибо за то, что остаетесь с нами. В эфире программа «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. И у нас линии горят, поэтому давайте сразу примем звонки. Добрый день, вы в эфире. Господин Трус, вы в эфире? Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне кое-что сказать? Конечно. Если вы не возражаете. Я не очень часто днем во время ваших контактов, слушаю передачи на такие темы. Я хотел вам сказать, а сегодня так получилось, что я с самого начала слышал все, что вы говорили. И я с вами в очень многом согласен. Правда, я тот самый непоколебимый сторонник Трампа, которых обвиняют в том, иногда, демократы, что им все равно ничего не докажешь. Они, наверное, будут за Трампа. Конечно. Конечно, да, Надя. Да, вот я отношусь вот к этим людям. Я хотел поговорить вообще. У меня есть один конкретный вопрос. Вот по поводу вот этого человека, который, я не знаю, как он там вызвался, что он терпеть не может Трампа или ненавидит Трампа и так далее. Вот вы знаете, что я хотел вам сказать? Ну, почему, собственно говоря, вот он позвонил вот сейчас, так? Ну, в последний раз. Да, да, да. И сказал, что вы мне скажите, что Трамп сделал хорошо. А вы ему ответили, что, а я не хочу с вами говорить. Ну, вообще, в принципе, хочется так сказать ему, так? Вот, но это получается в какой-то мере по-трамповски. В какой-то мере. Не так, хотя я, в общем-то, вообще не вижу у Трампа никаких недостатков, в том числе и в общении. Я тех людей, которых он уважает, он с ними разговаривает очень даже посетительно. Да. Вот я хотел вам сказать, а почему, собственно говоря? Вот вы ему сказали, что он сказал, ну, скажите, что Трамп сделал хорошим. Да, я вам сейчас объясню. Вы ему сказали, что я не хочу с вами говорить. А потом сразу привели пример, что Трамп сделал хорошего. Я вам объясню. Этот пример был им в этом дурацком climate change, вот, которое, так сказать, вообще некоторые ненормальные люди, больные коммунизмом и с отсутствием, в общем-то, мозгов, сейчас, в общем-то, очень усиленно проповедуют. Я не помню фамилии этих, так сказать, молодых выскочек, но неважно. Да. Ну, и вы начали его отвечать. Ну, так почему ему не ответить? Ну, допустим, больше того, а почему нам ему не ответить, этому человеку? Может быть, даже, и, я не знаю, есть ли у вас такая возможность, чтобы он слушал, а ему ответили, чтобы он задал вопрос. Ну, например, по климату. По климату. Он вышел из Парижского соглашения. Да он же сделал это все, это же очень правильно, что он вышел. Конечно. Из этого соглашения. Почему? В основном он вышел из этого соглашения. Потому что это соглашение, которое навязывает Соединенным Штатам очередные большущие расходы для того, чтобы помогать Китаю, Индии. Огромные расходы, миллиарды. Так? Дело в том, что мы уже выполнили все условия соглашения по снижению выбросов, еще перевыполнили. Если вы посмотрите, если вы посмотрите, что происходит, а я за этим делом достаточно хорошо слежу, потому что занимаюсь этим делом. Так? Профессионально. Вот, допустим, Соединенные Штаты это единственная страна, которая снизила в семнадцатом году, одна, не единственная, извиняюсь, еще Украина, одна из немногих стран, которая в самом большом количестве снизила выбросы парниковых газов. А Китай увеличил за это же время выбросы парниковых газов приблизительно в три раза больше, чем Соединенные Штаты снизили за год в семнадцатом году. Есть даже такие кривые, очень понятные график, который все это дело показывает, если хотите, могу его прислать вам. Понимаете? Давайте, да, давайте, я прошу прощения, я вас должен отключить только по одной причине, у меня еще и звонки, но послушайте по радио, я вам обязательно дам... Я говорю, ну почему же вы этому человеку не разберете? Я вам обязательно дам ответ по... Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Анатолий, еще один почитатель Трампа и ваш, конечно, и ваш, конечно, почитатель. Спасибо. Но тем не менее, хочу одно критическое замечание сделать. Пожалуйста, принимается все. Когда вы говорили, характеризуя Трампа, сказали, что у него бывают случаи хамства. Ну сколько я не смотрел, тщательно, все, да, все, и все его передачи, я такого не знаю. Я понял. Нет, я, послушайте... Может быть, ничуть там не тактично, не корректно может быть, но хамство это очень слишком сильное определение. Я понимаю. Это тогда, извините, тогда уже надо какой-нибудь пример привести, что ли. Я вам скажу... Я такого просто не знаю. Смотрите, мы ведь говорим про Трампа, когда я говорю, что у него есть, присутствует хамство, у него присутствует эгоцентризм, у него присутствует... Но ведь я не говорю о Трампе как о президенте. Я говорю о Трампе за его... Я вот, допустим, познакомился с Трампом, я имею в виду, познакомился с его персоной, не с ним лично, в 1984 году. Почему меня очень сильно заинтересовала работоспособность этого человека? Он ведь еще тогда был на всех телеканалах, о нем все говорили, о его строительстве, о его компаниях, о его даже банкротстве, да? И вот он, когда он выступал не как президент, когда он выступал как частное лицо бизнесмен, в нем действительно присутствуют и нотки хамства, в нем действительно присутствуют нотки эгоцентризма, в нем действительно присутствуют нотки нарциссизма, да? Но это все мы говорим о частном лице Доналда Трампа. Когда мы говорим о его президентстве, конечно же, он абсолютно вымеренно и абсолютно спокойно общается не только со своими единомышленниками, но и со своими оппонентами. А то, что он иногда в присутствии взрослых людей, вот как была ситуация тогда с Дик Дорменом, где он назвал некоторые страны на букву «С», то это ведь было сказано только для присутствующих там. И вот этот негодяй, наш негодяй Дик Дормен не успел дождаться конца митинга, как выбежал и тут же сказал, как вы представляете, он позволил себе вот такое слово. Понимаете? Я про эти вещи не говорю. Почему? Потому что есть вещи, которые присутствуют, то есть которые говорят в присутствии определенного круга людей. Есть вещи, которые говорят в присутствии большого круга людей и так далее. Поэтому, поверьте мне, когда я говорю, что Трамп иногда может по-хамски обращаться с людьми, возьмите, посмотрите, он 12 лет вел шоу, которое называлось «Apprentice», помощник. Вот возьмите просто прелесть, есть, по-моему, на Хулу, есть это шоу во всех, все 12 сезонов. Посмотрите о том, как он общается с людьми, причем это люди, которые, получается, от него зависят, потому что они у него на шоу выступают. Ну, будем говорить так, мне это не очень, лично мне это не очень нравилось, потому что я считаю, что с людьми даже для шоу так говорить нельзя. Я понимаю, что эти люди подписываются, наверное, на вот этот абьюз, но нельзя с ними так разговаривать. Но, тем не менее, вот это то, чем я могу объяснить именно вот свой ход мысли. Тем, что как частное лицо, ну, наверное, он не самый приятный человек в общении, если только ты ему не выгоден. Это мое личное такое ощущение. А привести факты, ну, я вам сказал, пожалуйста, посмотрите вот эти вот шоу, и вы сами для себя поймете, что Трамп в передаче «Apprentice», Трамп в частной жизни, посмотрите Трампа разные клипы до того, как он стал президентом. Вы сами все поймете. Анатолий, нам важно, что как он себя ведет сейчас, как президент, как президент безупречен, и как частное лицо, будучи президентом, я считаю, что тоже он ведет себя нормально. А то, что было в прошлом, то было в прошлом. А когда он был совсем молодой парень, там вообще, бог знает, что могло бы быть. Это нам неинтересно. Да, согласен с вами. То есть, абсолютно с вами согласен. Не спорю ни на секунду, почему, как президент, он меня устраивает во всех отношениях, как президента я его не только уважаю, но я ему сочувствую, потому что человеку в 72 года с его деньгами, в принципе, вот это абсолютно не надо, не нужно было. Но, тем не менее, именно потому, что он настоящий патриот своей страны, настоящий. И он настоящий, в хорошем смысле этого слова, националист. Не нацист, а националист. Он любит свою нацию. И он ставит свою нацию превыше всего. То с этим спорить невозможно. Спасибо вам огромное. Спасибо. И вам спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу просто вас поблагодарить от всей души за эту замечательную передачу, за то, что вы говорите так хорошо о Трампе. И еще вас хочу поблагодарить за то, что вы не допускаете этого, ну, мне не хотелось его сильно оскорблять, но по медицинским меркам он идиот. У него трампофобия, понимаете? И слушать этот голос, который несет столько желчи, столько отрицательной энергии, у него какая-то звериная злоба. Очень-очень неприятно. Поэтому спасибо большое, что вы его не допускаете в эфир. Спасибо вам огромное. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела поправить. У него не трампофобия, а трампоненависть. У него, ну, я не буду... У меня, знаете, просьба такая. Я никак не могу понять, почему мы должны сокращать выхлопы углекислого газа. Это не ядовитый газ. Это составляющая часть атмосферы. Вот я хотела спросить Марка, может быть, он объяснит, для чего нужно тратить ресурсы, какой в этом смысл, чего мы добиваемся, потому что то, что нам говорят, что уйдет под воду половина земной суши, это очередной фрот. Но вот какой смысл в том, чтобы сокращать выхлопы углекислого газа, может быть, он говорит, что он этим занимается, может быть, он может объяснить, для чего нужно это делать. Спасибо, Варвард. Давайте мы... Я вам немножко отвечу по-другому. Я не Марк, я не научный работник, я, в принципе, просто обыкновенный, то есть простой обыватель, который в свое время жил в Америке до того, как придумали вот эту вот emission test, до того, как придумали unleaded бензин и до того, как придумали так называемый каталитик конвертер на машинах, который, по идее, должен убирать вот эти вот углекислые выхлопы, то есть регулировать выхлопы углекислого газа. Объясню мою позицию. Значит, когда я купил свою первую машину, это была 73-го года Бюекли Сейбер. Было это в 78-м году. Нет, в 79-м. Так вот, я вам скажу, то, что валило из выхлопной трубы этой машины, ее даже по-человечески пережить невозможно, понимаете, потому что, во-первых, был бензин, который был так называемый leaded, так, то есть неочищенный. Во-вторых, не было вот этого каталитик конвертера, и вот все то, что вот этот весь продукт сгорания, который выхлопывался, прошу прощения, в воздух, в атмосферу, вот ехать за машиной было невозможно, если вы открывали окна, и вы ехали за такой машиной, вы просто задыхались, понимаете? И я вам скажу честно, я абсолютно приветствую создание и вот этих каталитик конвертеров. Я абсолютно приветствую создание unleaded бензина, который очень щадяще действует на машины, да, не так загрязняются цилиндры и так далее. Я абсолютно приветствую даже вот те, вот этот emission test, ну, который нам, как говорится, вменили. но две абсолютно разные вещи, когда люди борются с выхлопами углекислого газа в атмосферу, это одно, и когда люди борются вообще непонятно с чем, понимаете? то есть, вот этот climate control, как вы собираетесь контролировать этот климат? Значит, я вам скажу, для тех, кто не знает, называю цифру, которую именно по понятию Парижского соглашения была отведена в отношении Америки. Мы, вот наш континент североамериканский, выбрасываем в воздух всего 13% от общего количества, понимаете? То есть, уже так как мы относимся к климату тем, что мы очищаем выбросы заводские, тем, что мы очищаем выхлопы автомобильные, тем, что мы ставим всяческого рода фильтры, фильтрационные системы, мы и так делаем больше всего. Почему мы должны из нашей казны давать деньги на, вот правильно сказал человек, на обогащение стран какого-то там второго, третьего мира, или той страны, такой страны, как Китай, которую вообще ничего не интересует? Как мы можем противопоставить себя Китаю, когда мы тратим миллиарды денег на climate control, а Китай тратит те же миллиарды на свое развитие, понимаете? Вот поэтому я абсолютно спокойно отношусь к этим углекислым, то есть, выхлопам и так далее. Ну, что-то делается, что-то нет. Добрый день, вы в эфире. Хотелось бы ответить человеку, который сказал вам с ехидством, скажите мне, что он сделал. Если бы я был сейчас дома, а не в машине, я бы ему назвал, пожалуй, может быть, даже газету американскую, в которой были результаты Трампа за первый год. Я там насчитал 61 пункт. И не знать, что сделал Трамп за эти два года, это просто безграмотность звонившего, если не сказать более не культурно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Идите машину аккуратно. Добрый день, вы в эфире. Вы, пожалуйста, извините, Анатолий, вы меня неправильно поняли. То, что вы говорили о выхлопных газах, это все правильно. Но это не углекислый газ. Это без свинца. Ша-ша-ша, тихо-тихо-тихо. Подождите, Варвара. Не-не-не-не-не-не-не. Выдыхал. Все, я Варвара. У меня есть такая штучка, кнопочка, где вы меня все равно не переспорите, она вас заглушает. Так вот, послушайте меня на секундочку. То, что выбрасывается машиной, если вы никогда не проходили эмишентест, это именно СО2. Что такое СО2? СО2, это именно углекислый газ. Углекислый газ, невозможно померить, сколько он, ну нет, померить, наверное, можно, сколько он выбрасывается, но не имеет никакого смысла, он безвредный. То, что вы говорите, выбрасывалось, невозможно было ехать за день, дышать было невозможно, правильно? Дышать было невозможно, но это была смесь. Это было то, что не до конца сгорало, это мог быть СО, закись углерода. Да. Понимаете, это ядовитый уже газ, который закись. А углекислый газ, это абсолютно безвредный газ, составляющий часть атмосферы, 22%. Ну, я не помню, может быть, это не, 22 это кислород, я не помню, сколько углекислый газ составляет. Но это вообще, бороться с ним, это просто, ну, маразм полный. Я хотела, чтобы Марк объяснил, в чем дело. То, что вы говорите, это не углекислый газ. Окей, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Будьте любезны. Я не буду говорить о политике, я буду говорить об этике. Я не хочу вас обидеть. Но не надо столько говорить. Даже каждый человек – это личность. И называть его хамом. А вы себе берете смелость говорить, извините, пожалуйста, говорить о таком, как Трампе, о президенте, что он бывает хамом, пусть будет, бывает. Это раз. Вы мне извините. Меня это задело, но вот вам человек выступил, я себе дала право тоже. Пожалуйста. Не надо эти слова употреблять в эфире. Дальше. Что я хочу сказать, опять извините меня. Трамп – это человек выдержки. Трамп – это человек, просто дипломат. Вы понимаете, никогда, я бы не подумала, я опять не политик, но что может быть у человека столько выдержки, сколько о нем говорят, и сколько о нем решают в верхах, и он все равно, видите ли, имеет выдержку. Он достоин вести страну. И главное, что дальше хочу сказать, в отношении этого человека, который говорит с вами вот так тоже, грубовато, я выражаюсь от всей души, это тоже человек вампир, вы понимаете, он садист, он просто пользуется энергией эфира. Да, согласен, согласен, спасибо большое. Дорогие друзья, я прошу прощения, я вас прервал не потому, что я мне надоел, просто очень много звонков, спасибо вам огромное за ваше высказывание. Еще раз, хочу удостовериться в том, что вы понимаете, то, что я сказал про Трампа ни в коей мере, его не обижает и не умаляет с моей стороны его достоинства. Он абсолютный уникум. Это человек, который действительно, поверьте мне, если бы я мог его сделать президентом еще на 4-5 сроков, я бы это сделал. Поэтому не берите, не поймите меня превратно. Когда я говорю, что у него есть черты характера, которые действительно в нем присутствуют, это просто, ну, я просто выражаю факты. А мое отношение к нему, это совсем другое дело. И я считаю действительно, что пока что из тех президентов, при которых я здесь жил и живу, это самый-самый лучший президент. Спасибо большое за то, что подождали. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я уже на тренировке поправлю. Подополню женщину. Третий у человека добавлялся бензин, чтобы он был в высокое сжатие. Можно получить высокое сжатие. И это ужасная отрава, которая выделялась в атмосферу. И катрический конверсер, потому что в отношении это самый укарный газ. Чего? Да. Вы сами знаете, где ласки стоят в доме, это же индикатор укарного газа, чтобы ласки потребили. Не дай бог ночи. Ну, а СИО-2, он в числе для того, что мы дышим. И там, когда мы видим, что придет счастье из мужчин с 99,9, это кубикный газ на водной плате. Но самое интересное, что может быть вообще. Ну, а то, что я подумаю, что этот решеный, что он не пришел к нормальному подчисления. Он сказал, что я как-то не знаю, если угодно сочетал, что это была конференция ученых, изучающих солнце. Я не знаю, что накладывается активность. Он получает активность солнца, и мы получим вполне отличный летниковый период, такой большой, до 2050-го года. Кстати, мы там полосу, как и сна. Окей. Спасибо большое. Я прошу прощения, я вас вынужден прервать. Мы должны уйти на рекламу. Но я обязательно вернусь к вашему разговору. И если вы хотите, пожалуйста, перезвоните сразу после рекламы. Спасибо огромное. Оставайтесь с нами.